МЧС 27 декабря глава города традиционно провел оперативное совещание в администрации. Сергей Дорофеев поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником. Мы хотим начать сегодняшнее совещание с поздравлением нашим коллегам с МЧС. У них сегодня профессиональный праздник. Мы хотим пожелать им успехов, благополучия в нелегкой работе, потому что все мы знаем, что от их слаженной работы зависит не только спасение материального имущества, но и жизни наших граждан. Поэтому на этом поприще желаем вам успехов, чтобы звезда путеводная на дворе всегда светила. Начал свой отчет представитель ТСК Мосэнерго. Организация производит осмотр сетей к новогодним праздникам. Составлен график работ. Предприятие работает без отклонения поставки ресурсов. Предприятие сейчас производит осмотры, обходы сетей и сооружений, подготовка к праздничным дням. Организованы дежурные по предприятию и по работникам на праздничные дни, в случае каких-нибудь штатных ситуаций. У меня вопрос так. У нас сейчас, перед новогодним праздником, не доделывается, не восстановление где-то есть благоустройство после вашего авария или нет? Есть. Мы производили, но написаны гарантийные письма. Это я понял. Ну вот там Рязанка у нас была перекрыта. Но что с ней? Рязанка. А, все, да. Но это тоже будет весной по благоустройству. Нет, а там вообще проехать можно сейчас? Еще нет, они скоро закопаются. А скоро это когда? На этой неделе уже все сделают. Ну, я просто опять, с чего я начал говорить. Нам нужен Новый год. Нет, они там прокинули уже трубопровод, смонтировали, все. Осталось только закопать. Возьмите на контроль, чтобы это у нас уже 29 часа было, потому что надо... Нет, сегодня сделают. Ну, сделают тогда, максимально восстановить. То есть щебенкой, если что, можно отсыпать. Отсыпать, я понимаю, что погодный слой не позволяет, но люди даже комфортно перегрегаться там и ездят. Нет, попрошу их не щебенкой, а крошкой асфальтной, чтобы сделать, чтобы лучше было. Смотрите, чтобы у нас аварийная ситуация не возникла, чтобы провалился. ЖКО Юг и Север работают в усиленном режиме две недели без выходных. Вся техника в рабочем состоянии. Вывезли 1600 кубов снега. Осуществляет посыпку песко-соляной смесью и уборку крупногабаритного мусора. В прошедшей неделе ЖКО Юг и Север работали в усиленном режиме. Мы расстраивали последствия снегопада. Люди работали практически две недели без выходных. Только в воскресенье было у людей выходной. У механизаторов, у пособных рабочих, у дворников. Большой объем работы. Техника на праздничные дни вся в рабочем состоянии. На сегодняшний день вся в рабочем состоянии. Ежедневно на линии были 12 троторов и 4 КАМАЗа, то есть работа по вызову снега. В прошедшую неделю вывезли 1600 кубов снега. Сегодня продолжаем кое-где возить. Может, ждем опять снегопада. Вчера также просыпали песко-соляной смесью. Весь год практически весь аж просыпали. Также убирали крупно-балетный мусор с контролем в площадках. Ну и сосульки, конечно. Да, значит, по сосулькам. Значит, в субботу и воскресенье очищались кровли по улице Классона, по улице Советска. То есть мы очищали входные группы передние, переднюю сторону, где наиболее-более опасный сход снега. В принципе, у нас осталось только неочищенных два дома, но там снег постоянно не так критичный, и снег с держания там держит. Так все. И сосульки тоже не дали. УК «Электрогорск» занимается расчисткой детских игровых площадок. Устраняет замечания из КПДИ. На прошедшую неделю учреждение работало в сильном режиме. Также участвую в расчистке снега на детских площадках, осмотре детских площадок, работа из КПДИ. Устраняет замечания. Это все штабные работы. Представитель МОСОБЛ ЕРЦ озвучил статистику сбора средств по городу. По состоянию на 27 декабря в городе денежных средств по услугам ЖКУ за ноябрь составляют управляющие компании «Электрогорск» 91%, управляющие компании «Эсхру» 96%, управляющие компании «Атлан» 89%, РСО «ТСК» «Мосэнерго» 90% и общий проза ЖКУ по городу у нас составляет 89%. Услуги «ТЭКО» сбора за ноябрь составили по городу 85%. За прошедшую неделю по «Электрогорску» в офис обратились очно по электронной очереди 425 человек и через дистанционный канал связи мы получили 55 обращений. Основные темы – это не вошедшие платежи за газ, электрометки в ЕПД и повышение тарифов с декабря. Также, уважаемые жители нашего города, я хочу напомнить о том, что у нас за декабрь выпускается досрочная квитанция. И они уже готовы. 24 декабря у нас была прогрузка в личный кабинет клиента. Сейчас активно они доставляются на бумажном носителе нашим жителям. Прошу вас не допускать просрочек в оплату и оплачивать свои времени. Организации МБУ «Дорожное хозяйство» и «Благоустройство» было ликвидировано одно повреждение – полностью готовы к праздникам. На прошедшие дни работали согласно муниципальному заданию, на мягчих планах, постарались по погодным условиям. Ликвидировали одно повреждение воздушно-кабельной линии над Центральной Советской. Значит, к праздникам график дежурства составлен и будем по погоде работать. Все остальное в рабочем порядке. Михаил Ильич, освещение у нас декоративное, которое вдоль Советской, надо восстановить его. Там где-нибудь не горело, на столбах. Да не горело из-за того, что повреждение было. Я говорю, на воздушно-кабельной линии одна фаза отсутствовала. Все восстановлено, полнообъемая работа. Все, спасибо. ИСХРУ занимается текущими заявками и уборкой территории. Составлен график работ в праздничные дни. Всем доброе утро. Представляющая компания работает в штатном режиме. Отработали физиотерапевтную ситуацию. Занимаемся уборкой при домовой территории, выполнением текущих заявок. Составили график дежурств и ответственные за праздничные дни. Мосавтодор осуществляет очистку проезжей части и уборку мусора. Составлен график дежурств в праздничные дни. Работает горячая линия. На прошедшую неделю выполняли работу согласно погодным условиям. Содержали улицу Советской, тротуары, посадочные площадки, пирали, монстров. Новогодние праздники также организованы как злосуточное дежурство. Все телефоны работают. Также есть контакты в телеграм. Все замечания, какие будут, мы принимаем. Возможности их родимы принимают решения. Санкт-Петербург, у меня вопрос, я связывался с Алексеем Михайловичем. Значит, крейдер сдвинуться, нам надо прибавить в курсе. А о чем речь? Я понимаю, что сейчас морозы сильны, но они сейчас упадут опять к 30-му числу. И второй момент – это выезд с автовокзала. Там прям треугольник уже образовался из снега. Автобусы, понимаете, что, да. И высоты на час. Возьмите вот это, в первую очередь, для этого работу. Потому что выходные люди будут на электричке ходить. Там самое такое место проходное. Спасибо. МУП «Порядок» убирает и вывозит снег с территории рынка. Удаляет наледь. На прошедших выходных баня отработала без замечаний. График посещения учреждения на праздничные дни составлен. В прошлом режиме производили уборку территории рынка снега. Даже с привлечением техники осуществляли вывоз снега. Все пешеходные зоны по необходимости обрабатывали песка соленой смези и производили уборение на рейде стройных части крытого рынка и городской бани. Городская баня на выходных отработала без замечаний. Баня засетила 269 человек. График посещения городской бани на праздничные дни мы уже вывесили. Сегодня я передам информацию на телевидении и на сайт. Для жителей в Курске. А я планирую, что жители жалуются с Кольской на рынке. Рынок весь засыпан песком. МКУ-ритуал осуществляет работу с обращениями граждан. Также озвучен график дежурств. Доброе утро. На прошедшей неделе учреждение отработало в штатном режиме. Работа с обращениями граждан проводится в установленном порядке. В выходные и праздничные дни МКУ-ритуал будет работать с 3 по 6 января включительно. Если нужна личная комплектация, то можно будет записаться по номеру телефона. Во все взаимодействующие организации данная информация направлена. Мы, соответственно, в этот период будем регулярно проводить обход территории и следить за период. В МФЦ за прошедший период оказано 950 услуг. Жители работают в обычном режиме. За отчетный период оказано 950 услуг. Режим работы на новогодние и в пунктах. С 30 декабря МФЦ работает с 8 до 8 на выдачу готовых результатов и доступ к порталу РПГУ. 31 декабря с 8 до 8 прием заявителей только по государственной регистрации смерти. А также выдача готовых документов, доступ к порталу РПГУ. 1, 2, 7 января МФЦ не работает. 3, 4, 5, 6, 8 января МФЦ работает только по вопросу государственной регистрации смерти. С 9 января в обычном режиме. В ЕДДС поступило 305 вызовов. Один пожар, пострадавших нет. По системе службы у нас поступило 305 вызовов, принято 274. Один из центра обработки вызовов 2. Также на территории городского округа произошел один пожар. Это будет Советский дом 12, квартира 16. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Трехкомнатная квартира. Толщина льда составляет 17 сантиметров на водоемах. Заклад закончен. Самое главное, пусть или на пожар дыр есть пострадавших? Нет, пострадавших нет. Самое главное. Главный врач городской больницы сообщает, что выходные в учреждении прошли без происшествий. График работ составлен, озвучена статистика приемов и вызовов. Зафиксирован небольшой спад по количеству заболевших. Больница работает в штатном режиме. Выходные прошли без каких-либо происшествий. На праздничные дни приказ от Министерства охранения пришел. График составлен, работы будет доведен до СМИ, чтобы потом жители узнали, как будет конец работы. Работаем все праздники. У нас и дежурство, и неотложную помощь. То есть, в принципе, на праздничные дни медицинская помощь максимально будет в полном объеме представлен. Сейчас на стационаре находят 126 пациентов, и я обратился за неделю в приемное отделение 162 человека. По детской поликлинике на праздничном объеме стало 990 человек, и на дому оказано 158 вызовов. По взрослой поликлинике на праздничном объеме стало 131 человек, и на дому оказано 170 вызовов. Сейчас вот отмечается незначительное снижение по заболеваемости, не знаю, как Ильина Анатольевна скажет. Но вот мы сейчас как бы это наблюдаем, что сейчас спад происходит небольшой. То есть напряжение в этом плане уже как бы снижено. Все остальные вопросы, я стараюсь работать, подрабатывать все своевременно, территория почищена, посыпана. Нареканий нету. Стараемся с подрядчиком в ручном режиме показывать те места, которые максимально необходимо расчищать. Представитель Роспотребнадзора сообщает о снижении заболеваемости. Зафиксирован рост вне больничной пневмонии. Рекомендуется продолжать соблюдать дезинфекционные мероприятия и не допускать больных на праздники. Действительно за неделю у нас регистрируется снижение заболеваемости. Эпидпорог ниже, чем на прошлой неделе по совокупному населению практически в два раза превышен. Если на прошлой неделе более чем на 100%, он был превышен по совокупному населению на 121. На этой неделе на 57% превышение недельного эпидпорога по совокупному населению, но на 154% идет превышение по возрастной группе 15 лет и старше. В основном школьники болеют. И по респираторно-вирусным инфекциям снижение на 25% по сравнению с прошлой неделей. По совокупному населению ниже заболеваемость. Снижение заболеваемости среди детей ниже на 22% и среди организованных детей на 21%. Ковид также на три случая меньше, чем на прошлой неделе. Но рост идет вне больничных пневмоний в два раза рост, что свидетельствует о тяжести течения заболевания. Но все-таки мы наблюдаем снижение и надеемся, что наши все праздничные мероприятия не послужат поводом для повышения заболеваемости, если мы будем соблюдать все наши противоэпидемические мероприятия. Постановление главного государственного санитарного врача мы выпустили. Еще раз обращаю внимание всех руководителей детских дошкольных, образовательных учреждений, что при проведении всех праздничных мероприятий ни в коем случае больных и реконволюсцентов не допускать до участия в праздниках. Дезинфекционные мероприятия, обработка всех поверхностей, обработка воздуха. И в детских садах, и в школах не допускать вот таких больших скоплений, а только по группам и по классам. Вот это мы все прописали пока на период эпид-неблагополучия. При праздничных мероприятиях в Доме культуры, опять же, дезинфекционные мероприятия, ДЭЗ-режим, и стараться все-таки опрашивать и родителей настраивать на то, чтобы больных детей на елки не пускали. Все взрослые, сопровождающие вот эти мероприятия, должны быть привиты против гриппа и ковида. Еще раз обращаем на это внимание. Остальным гражданам своевременно обращение за медицинской помощью, потому что не своевременно привозят к очень плачевным результатам, но и соблюдать все назначения врачей. Всех поздравляем с наступающим Новым годом. У нас организованы дежурства, круглосуточные дежурства, мы все на телефонах. Спасибо большое. Представителям управления развитием отрасли социальной сферы были озвучены мероприятия за прошедшую неделю и новые спортивные достижения электрогорцев. 20 декабря в подведомственных организациях проведены локальные объектовые тренировки по эвакуации обучающихся персонала на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. 23 декабря был организован выезд на новогоднее представление в Крокус-Сити-Холл, в котором приняли участие 38 обучающихся школ города. Аветик Азатян, воспитанник спортивной школы «Вэмпел», завоевал серебро на турнире по греко-римской борьбе в Подольске. 24 декабря в ЦДО «Истоки» состоялся новогодний шахматный турнир, в котором приняли участие юные шахматисты из Электрогорска и Палского посада. 22 декабря мы приняли участие в заседании комиссии АТК, учреждения образования, культуры, спорта и молодежной политики, в принципе, доложили о готовности. Графики дежурства составлены и предоставлены в отдел полиции ЕДДС. Заместитель начальника окружного управления социального развития номер 4 Минсоцразвития Московской области сообщает, что ведется работа с обращениями граждан, осуществляется посещение семей, состоявших на учете. В прошедшей неделе работа окружного управления была в соответствии с графиком и планом, утвержденном на неделю, работали с обращениями граждан, осуществляли выходы в семьи. И хотелось бы сказать, что сегодня у нас в окружном управлении города Электрогорска семь детям из замещающей семьи будут вручены сладкие подарки от губернатора Московской области. Вся остальная работа по плану и, соответственно, также утвержден график дежурства на праздничные дни, которые мы передадим. Пожарная часть осуществила два выезда. Пожарная спасательная часть работает в штатном режиме. За прошедшую неделю было два выезда. Все профилактические мероприятия проходят согласно ГАКу. Военно-учетный стол сообщает, осенняя призывная кампания закончилась. Закончилась осенняя кампания 2022 года. По городскому округу Электрогорск осенний призыв выполнен в полном объеме. Хотелось бы поблагодарить вас, Сергею Евгеньевичу, Шаталину Дмитрию Андреевичу, Электрогорский отдел полиции и всех, кто оказал помощь в ходе осеннего призыва. Большое всем спасибо за работу, за плата помощи. Глава города Сергей Дорофеев поздравил всех с наступающим Новым годом. В заключение, наверное, хотелось бы поздравить всех вас и наших жителей с наступающим Новым годом и Рождеством. Пожелать всем, конечно, благополучия, удачи, мирного небаным головой. Ну и хороших праздников. Всех с наступающим Новым годом еще раз. До встречи в Новом году.